В 2022 году в Туве по линии национального проекта «Безопасные и качественные дороги» ремонтируют 13 участков региональных и муниципальных дорог общей протяженностью свыше 30 километров. Ранее Владислав Хавалык ставил задачу сформировать план развития дорожной сети до 2027 года с учетом первоочередных и стратегических задач развития республики. В целом у нас выходит 218 километров. Это у нас и по строительству, и по капитальному ремонту, и по реконструкции, и по ремонту. Конечно же, основной объем уходит на капитальный ремонт и реконструкцию, так как понимаем, что у нас сейчас нагрузки на ось транспортных средств возросла. Те дороги, которые у нас были расширены в 60-е и 70-е годы, они уже не соответствуют тем требованиям и нормам, которые существуют сегодня. Эти нагрузки они принимать на себя уже не могут в полной мере. При этом особое внимание будет уделено состоянию опорной сети республики, куда входят дороги Абакана-Агдавурак, Агдавурак-Чадан, Кызыл-Эрзин, объездная дорога Кызыла, подъезд Ак-Эрик-Госграница, а также и федеральная трасса Р-257. На Кызылскую агломерацию уже приходится 8 участков. Проведем соответствующую корректировку, спланированную до 2022 года. В текущем году, позволю также доложиться, у нас в выполнении составляет 62% технической готовности. Большая часть, конечно же, основные работы все выполнены по городской агломерации, выполнены в полном объеме, в рамках которых мы реализуем по национальному проекту безопасной и качественной дороги. Кроме того, Шаран Шергало сообщил, что во исполнении договоренности, достигнутой в июле этого года Владиславом Хавалыгом с первым заместителем министра транспорта России Андреем Костюком, региональное ведомство готовит заявку для включения федеральный пятилетний план дорожного строительства трех участков федеральной трассы Р-257 Енисей на отрезке Кызыл-Чадан в 2023 году.